Добрый вечер! В понедельник настроиться бы, конечно, на новую рабочую неделю, да и новости тому способствуют. Цены на летние туры в связи с падением курса рубля выросли на 45-50% по сравнению с летом прошлого года. Аналитики прогнозируют, путевки будут дорожать и дальше. К началу сезона еще на треть. Таким образом, общий рост цен может составить 65-70%. Цена летнего тура на неделю в Египет теперь составляет около 30 тысяч рублей против 13-15 годом ранее. Отправиться на отдых в дальние страны еще дороже. Таиланд сейчас обойдется минимум в 50 тысяч против 25 год назад. А самый дешевый 10-дневный отдых на Бали стоит 90 тысяч рублей против 40-45. Какой уж тут отдых? Отечественный. На этом фоне внутреннее предложение вызывает оптимизм. Туры по России, утверждают эксперты, скорее всего будут дорожать в пределах инфляции. С вами Станислав Уланов. Это вечерний вестник. Вот его главные темы. Гонки у них в крови. В Пермском крае прошли гонки на собачьих упряжках. Пятая республика в 22-й школе. Городок развлечений Франковиль. Цирк, да и только. Великий русский цирк. Спрос есть. Система дуального образования развивается в Пермском крае. Система дуального образования по заданию губернатора Виктора Басаргина стала внедряться в нашем регионе еще два года назад. В прошлом году пермские учебные заведения стали федеральными экспериментальными площадками. Пермский опыт будет транслироваться на всю страну. Продолжить тему Руслан Пепеляев. В Пермский техникум промышленных и информационных технологий Алексей Панкратов поступил по совету родственников. Сейчас учится на первом курсе по специальности наладчик. 50% времени проводит в стенах техникума. Другие 50% на предприятиях. За недолгое время обучение уже научился многому. Этот стенок служит для обрабатывания заготовки рисом. То есть, ну грубо говоря, сейчас. На лекции, то есть, я понимаю, с чем буду сталкиваться в профессии, а на практике я уже это подтверждаю. Основной принцип дуального образования равная ответственность учебных заведений и предприятий за качество подготовки кадров. Для предприятий это возможность подготовить для себя кадры и сократить расходы, предусмотренные на поиск работников. Для государства это эффективное решение задачи подготовки квалификационных кадров. Выигрыша остаются и студенты. Для учащихся дуальное образование это тот синтез знаний, который поможет им найти достойную работу. Ведь помимо теории, работодателю важны и практические навыки. Дуальное образование стало на днях темой встречи представителей регионов с премьер-министром страны Дмитрием Медведевым. Опыт Пермского края в этом направлении был призван передовым. В нашем регионе на контроле эту тему держит лично губернатор Виктор Басаргин. Кадры для экономики края готовятся прицельно. Губернатор Пермского края сделал упор на те потребности, которые сформировал бизнес. И в рамках встречи с Дмитрием Медведевым мы как раз доложили о том, как реализуется проект, какие у него достижения. 71% всех учащихся в системе среднего профессионального образования Пермского края обучается в соответствии с госзаданием, которое сформировано на основании заказа бизнеса. Ранее глава региона на встрече с президентом Владимиром Путиным поручил положительную оценку пермских инициатив. Глава государства заявил, что опыт Прикамья в дуальном образовании необходимо распространять по всей России. В систему дуального образования также включены Пермский строительный колледж, краевой политехнический колледж в Чернушке и Краснокамский многопрофильный техникум. На этом власти останавливаться не собираются. Главное, чтобы желание было учиться, а условия имеются. Руслан Пепеляев, Владислав Рашидов, телекомпания «Аветта». Снежные вихри и собачья упряжка – образы, которые сразу же взывают в памяти имя «Белый клык». Легендарная книга Джека Лондона о приключениях собаки-волка от суровых земель Аляски до Калифорнии. Длина дистанции чуть ниже, но накал страстей ни разу. В Добрянском районе прошел открытый чемпионат Пермского края по зимним ездовым видам спорта. Более 70 участников, свыше сотни собак самых разных пород. На два дня Палазна стала центром притяжения любителей зимнего ездового спорта. География участников первого открытого чемпионата и первенства Пермского края по зимним дисциплинам ездового спорта и второй гонки на собаках на средней дистанции – обширна. Здесь представлены, конечно же, Пермский край, Челябинская и Свердловская области, Удмуртия и Тюмень. Мы приехали первый раз. В прошлом году поехали за 100 километров в Тюмень, где ехали. Сломалась машина. Сейчас вот вроде приехали, нормально, собачки себя чувствуют отлично. Готовимся, трасса прекрасная. У нас в Тюменье равнина, а здесь горы. Ну, нормально такие эти самые. Вообще изумительно. В упряжке Михаила Фатеева сразу 8 собак. Говорит, что дома ждут еще больше трех десятков. Здесь же он единственный участник в своей дисциплине. Но даже на мировых первенствах, по его словам, собирается не более 10-12 упряжек. А вот скиджоринг снискал большую популярность. Андрей Творогов отлично прошел дистанцию и говорит, что здесь заслуга, в первую очередь, его собаки. Отработала. Молодец. Траса тяжелая. В принципе, как бы с учетом того, что она у нас впервые стала из Борщева пряжки, стала бегать одна. Да, очень хороший для нее результат. Поэтому она молодец, она умница. С каждым годом соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта набирают все большую популярность. И это совсем неудивительно, заявляют организаторы. Ведь принять участие в гонке может практически каждый. Для этого не нужно вкладывать большие деньги. Главное – любовь к животным и спорту. Здесь все зависит, собственно, от самого участника. То есть здесь дорогое может быть только оборудование и снаряжение для собаки. То есть чем оно качественнее, тем оно, конечно же, лучше и чуть подороже стоит. Но тут уже просто от уровня человека зависит. А заниматься может абсолютно любой человек практически без подготовки. Два дня гонок на собаках остались как старт и финиш уже позади. Ни вчерашний 30-ти градусный мороз, ни сегодняшняя метель не помешали соревнованиям состояться. Все получили массу положительных эмоций и зарядились позитивом, как минимум, на предстоящую неделю. Ритя Збараускас, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Для того, чтобы побеждать в таких непростых соревнованиях и собакам, и каюрам, погонщикам собак, нужно иметь отменное здоровье и тренированное сердце. О том, что уже сделано и что предстоит сделать в пермской медицине, нам рассказала министр здравоохранения края Анастасия Крутень. Очень много сделано, очень серьезные вложения в материально-техническую базу, переоборудование, переоснащение, по сути дела, всей отрасли здравоохранения. Внедрены новые технологии, высокие технологии. Работают сосудистые центры. Это привело к улучшению значительного показателя здоровья населения Пермского края. Безусловно, многое сделано в привлечении врачебных кадров. Выделяются средства на социальные пакеты для приобретения жилья, в частности, обучения кадров. Это привело к тому, что у нас, по сути дела, отсутствует отток врачебных кадров второй год. Поэтому многое сделано, еще очень многое предстоит сделать. И прежде всего, это в повышении удовлетворенности населения, отраслю здравоохранения и медицинскими учреждениями. Это задача, которую мы ставим и перед врачебным сообществом. И врачебное сообщество должно понимать, что прежде всего оно для пациентов. И пациент должен приходить в учреждение и получать достойную медицинскую помощь. И получать достойное отношение к себе. Полную версию комментария недели Анастасии Крусень смотрите завтра в Утреннем Вестнике. Женеманшпа, сижур. Знание только одной этой фразы по-французски может спасти вам жизнь. Но если вы хотите быть хозяином положения, учите языки. Не обязательно французский. Хотя на нем, говорит, более 220 миллионов человек в мире. Так почему бы и не его? Все-таки красиво звучит и женщинам нравится язык любви. На открытие городка развлечений Франковиль в школу 22 пришли как учащиеся, так и выпускники. Андрей Денисов уже проучился год во Франции. Сейчас он студент медицинской академии. Сейчас мы играем, например, в игру иммажинариум. Я играю первый раз. Здесь предлагают все, что... Ну, все возможно. Здесь можно найти на любой вкус. И иммажинариум, наверное, от французского слова «иммажины» изображать. А это знаменитая французская игра в питанг. Аналогия русской игре в городке или олимпийскому керлингу. В игре две команды по шесть участников. От мала до велика. Ваша задача – расположить свои шары как можно ближе к Кашанету. То, чьих шаров будет больше, та команда и побеждает. В городке развлечений Франковиль действует 15 творческих мастерских. Вот, например, одна из них. Говорите ли вы на французском языке, которое поможет вам не потеряться во франкоговорящем городе? Ну что ж, заглянем. Городок развлечений Франковиль создан на базе школы 22 при поддержке краевых и городских властей в сфере образования. Здесь пермики смогут найти для себя занятие по душе. От интеллектуальных и книжных клубов до клубов моды, где посетители смогут получить индивидуальную консультацию специалиста. На мероприятие может попасть любой желающий. Основной принцип городка – увидеть, понять и сделать вместе с мастером. Знание языка особо важно как для детей, так и для родителей. Здесь, в школе 22, это превосходный пример такого события в поддержку французского языка. Важно вообще знание иностранного языка. А французского языка, мне кажется, добавляет особый шарм человеку, который говорит на этом языке. У каждого дня работы городка будет своя тема и специальные события дня. Фестиваль продлится до мая и будет работать каждое воскресенье. Руслан Пепеляев, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта». Цирк приехал, и клоуны тоже в комплекте. Российскому цирку 95 лет. Почти век традиций, профессионализма и, конечно, праздника на манеже. Главной особенностью циркового искусства является демонстрация всего необычного. Полный набор традиционных цирковых жанров демонстрирует новая программа, привезенная в Пермь Мстиславом Запашным, представителем одной из заслуженных цирковых династий. В Пермь с гастролями приехал Великий русский цирк. Так называется новая программа народного артиста России, дрессировщика из легендарной династии Мстислава Запашного. Программа посвящена важному событию – российскому государственному цирку 95 лет. Пермяки увидят настоящий спектакль, в котором будет отражена вся история русского цирка. Программа ставилась несколько лет. Показана она уже в двух городах. Город Екатеринбург и город Красноярск. Вы третий город, кто увидит эту программу. И что интересного – это настоящий, настоящий русский цирк. То есть это не шоу, как модно сейчас называть программы. Но и прежде всего в программе собраны в основном все основные жанры циркового искусства. Пермяки смогут увидеть самые разные жанры. От воздушной гимнастики и силового жонглирования до иллюзии дрессировки животных. На манеж выйдут клоуны, акробаты, артисты балета и, конечно же, тигры. Кстати, укращать их Мстислав будет вместе со своим сыном. На сегодня самым молодым дрессировщиком – 22-летним Ярославом. Выхожу я на манеж уже не один. Выхожу вдвоем, то есть передаю потихоньку дело своему сыну. То есть он вот здесь в третий раз у вас выйдет на манеж уже в качестве не только артиста, не только акробата. Он выходит на манеж на протяжении всего спектакля, но и в качестве дрессировщика. В программе выступят заслуженные артисты, обладатели золотых, серебряных и бронзовых наград на российских и международных фестивалях циркового искусства. Новая программа обещает быть одной из самых ярких и запоминающихся. Мстислав Запашный уверил – те, кто придут, не пожалеют. Великий русский цирк пробудет в Перми до 23 февраля. Станислав Ланов, Владислава Форзалиева, Георгий Тимофеев, телекомпания «Ветта». Когда похожее событие происходит дважды – это тенденция. А если уже в третий раз – это система. Громкие ограбления инкассаторских машин самими инкассаторами знакомы и нашему городу. У всех на памяти дело инкассатора Шурмана, который украл в 2009 году 250 миллионов рублей и вскоре был пойман. На что надеются эти джентльмены удачи в форме? Новый случай – на этот раз в Казани, да еще и со стрельбой. Репортаж наших коллег из столицы Татарстана. Только версии и предположения. Информацию, которую выдают сотрудники полиции, крайне скупа. Пока в этой детективной истории точно известно о том, что в 11 часов утра рядом с центральным офисом Звербанка в Зеленодольске один инкассатор ранил другого из табельного оружия. Картина преступления выглядела примерно так. Около 11 часов дня из этих дверей вышли два инкассатора с огромной сумкой полной денег. Но до автомобиля один из них так и не дошел. Между мужчинами завязалась ссора. В результате конфликта один из них выстрелил в коллегу из огнестрельного оружия и скрылся на служебном автомобиле. Вот видео с камер наблюдений. Видно, как автомобиль резко отъезжает от Звербанка и двигается в сторону микрорайона Мирной. Интересный факт. В двух шагах от места ограбления находится отделение ГИБДД и буквально через дорогу управление внутренних дел. Зеленодольский гарнизон полиции был поднят по тревоге. Задействованы два вертолета. Перекрыты все дороги из города. В розыск объявлен 26-летний Игорь Богаченко. Его коллега, которого Богаченко ранил в ногу, был доставлен в Зеленодольскую районную больницу. Помощь была оказана сразу. Медперсонал. Мы ждали уже. Предупреждены были. Все было нормально. Рана огнестрельная. Кровопотери большой нет. Все нормально. В общем, в оперативном состоянии пациента. Спустя несколько часов инкассаторскую машину обнаруживают рядом с домом, где был прописан Богаченко. Была обнаружена машина, на которой скрылся инкассатор. В ней обнаружена часть денег. В настоящее время в розыск объявлен Богаченко. 89-го года рождения инкассатор одного из банков. Кстати, прописан молодой человек был на улице Столичное, дом 34. Но здесь он не проживал. Соседи говорят, парня здесь и не видели. Богаченко не знаете, он раньше здесь жил? Не знаю. Не знаете, молодой парень? Не знаю. Это инкассатор, да? Ищите. Игорь Богаченко, как сообщают сотрудники полиции, жил на улице Хазиева. Здесь был обнаружен личный автомобиль подозреваемого. В этом доме, предположительно, проживает и его сестра с мужем. Что интересно, нам не удалось обнаружить Игоря Богаченко ни в одних социальных сетях. Но зато нашли маму подозреваемого. По непроверенной информации, она до недавнего времени занималась розничной продажей мяса. У самого же Игоря оказались долги, которые безуспешно пытались искать с него судебные приставы. В отношении гражданина Богаченко в Зназольском районном отделе судебных приставов возбуждены три исполнительных производства на общую сумму задолженности свыше 160 тысяч рублей. У него тут крупные есть 105 тысяч и 50 тысяч. Первое производство было возбуждено в 2012 году. И еще два были возбуждены в 2013 году. Пока неизвестно, что за деньги перевозили инкассаторы. Известно только то, что машина обслуживала Сбербанк России. По произошедшему инциденту, наша служба безопасности, то есть Банка Татарстана, работает в сотрудничестве с МВД Республики Татарстана. В настоящее время, вот в интересах следствия, подробностей мы раз не можем. Сам Игорь Богаченко пока не найден. Он объявлен в розыск. Полицейские предполагают, что мужчина может быть вооружен. Ильдар Аюпов, Яков Абрамов. Столица. Спасибо за материал нашим коллегам из телерадиокомпании «Казань». История, прямо как в известной черной комедии Гая Ричи. Только карт в этом наборе не хватает. Хотя карты местности и здесь задействованы. Ведь ищут лихого инкассатора по всем соседним регионам. И вот не удивлюсь, если вся эта история окажется связана с красивой женщиной. Действительно, мужчина ради женщины готов пойти на многое. Но понятие красоты очень индивидуально. Хотя, как водится, есть и определенные стандарты. А вот что в них меняется, расскажет Сергей Штерн. Мисс Универс – это… Колумбия! В понедельник стало известно имя победительницы одного из самых престижных международных конкурсов красоты – «Мисс Вселенная-2014». Ею стала 22-летняя колумбийка Паулина Вега. Она получила корону стоимостью около 300 тысяч долларов, украшенную сапфирами и тремястами бриллиантами. В пятерку лучших также вошли американка, голландка, украинка и представительница Ямайки. Россию на конкурсе представляла уроженка города Балакова Юлия Алипова, но она не смогла пробиться в число финалисток. К подобным конкурсам можно относиться по-разному. У каждого свое понятие о красоте, но даже этот субъективный фактор подвержен влиянию. Чтобы из моды вывести определенный женский образ и сформировать новый вместе с рынком сбыта косметики под него, соответственно, фэшн-индустрии требуется около 10 лет. А формируют типы красоты такие спонсоры, как американский миллиардер Дональд Трамп, которому с 96-го года и принадлежит компания Miss Universe, организейшн, проводящая конкурс «Мисс Вселенная». Сама «Мисс Вселенная-2014» Паулина Вега уже заявила, что это ее последний конкурс красоты, она хочет быстрее вернуться к учебе. Эта мечта представляет современную женщину, которая заботится не только о том, как быть красивой и гламурной, но и о том, как быть профессиональным, умным, трудолюбивым человеком. Напомню, самый первый конкурс «Мисс Вселенная» 64 года назад в 51-м году проводился на деньги фирмы, выпускавшей купальники. С тех пор тренд на все большее разоблачение слабой половины человечества только усилился. К этому добавилась худоба, противоречащая законам эволюции человечества, так говорят ученые. Как к этому относиться? Дело сугубо личное, на вкус и цвет, как говорится. Товарищей нет, но если вы еще не заметили, в моду нынче входят пышные формы женского тела. И в последнюю очередь благодаря шоу-бизнесу. Ведь именно они мужчинами подсознательно воспринимаются как признак нормального развития будущего потомства. Вдохновленная победой колумбийки Ольга Филипповская, ведущая проекта «Пудра» на телеканале «Ветта», перелистала все модные каталоги весеннелетнего сезона 2015 и сочла актуальные тренды весьма далекими. От отечественных реалий. Опять тонкие запястья, модели, опять воспевается изящество, щиколоток, струйность одежды, золото, пальто. Похоже, они не читают газеты, не смотрят телевизор. Или просто не догнали, что надо менять отношение к формату одежды современной женщины. Единственное, что в тренде происходящих с нами событий, это джинсовый комбинезон. В таких 80-е счастливые румяные крепкие маляры шли по весне обновлять памятник рабочей и колхознице. Почему нашим дамам следует отвергнуть параметры 90-60-90 и перечитать русского поэта Некрасова, вы узнаете в следующий вторник, посмотрев авторский проект Ольги Филипповской «Пудра» на телеканале «Ветта». И вот вам еще один факт, заставляющий задуматься над тем, что не обязательно быть мисс Вселенной, чтобы покорить сердце мужчины. Английский принц Гарри, внук Елизаветы II, познакомился с немецкой моделью русского происхождения, Екатериной Гусевой. Для этого им потребовалась всего-навсего лишь одна вечеринка на яхте. Как долго продлится роман принца и русской модели, покажет время. В завершении будет недопустимым не упомянуть единственную россиянку, победившую в конкурсе мисс Вселенная в 2002 году. Это Оксана Федорова. Только она, единственная из всех, после победы отказалась от титула в пользу написания диссертации на тему частной детективной охранной деятельности в Российской Федерации. Сегодня она на одном из федеральных каналов ведет программу «Спокойной ночи, малыши». И может быть это правильно, ведь истинное предназначение женщины – растить и воспитывать детей. Сергей Штерн, телекомпания «Ветта». На этом пока все. Следующий выпуск «Вечернего Вестника» в 21 час. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok